Мы встречаемся сейчас в районе Ивановска, где от шоссе Энтузиастов и до Исмайловского проспекта проходит вот этот вот большой Купавинский проезд. По нему организовано двухтороннее движение автомобиля транспорта, и он достаточно длинный, больше двух километров, и проходит он среди леса, что довольно необычно для Москвы, но действительно, с одной стороны вообще сплошной лес, а, соответственно, с другой стороны там сначала идут жилые микрорайоны Южного Исмайлова, а затем снова лес, уже лес с двух сторон. Это Исмайловский лесопарк, один из самых защитных лесных массивов, сохранившихся в черте города Москвы, и вот, собственно, он и окружает весь этот проезд, потому что это один из немногих сохранившихся проездов вообще улиц Москвы, которые проходят прямо сквозь настоящий такой лес, ну, лесопарк, можно так, может быть, более правильно сказать, но, по сути дела, здесь настоящий лес. Вообще, до 1160 года здесь находился подмосковный город Перова, вот, и в нем была Полевая улица. Ну, так называлось, ну, Полевых много было улиц, но, суд по всему, она, может быть, проходила по полю, там, по бывшему полю. А в 1160 году город Перова вошел в состав Москвы, и в 1160 году эту вот Полевую улицу назвали Купаринск. Причем она находилась не по красе вот этой улицы, она находилась просто в городе Перова. Даже сейчас трудно сказать, где она находилась, ну, может, там, стражи узнают, вот, там, посмотреть исторические документы. Но в этой местности где-то, ну, не конкретно вот здесь, не по красе вот этого современного проезда. Он назывался на Купаринске. А потом через какое-то время эту улицу Купаринск вообще упразднение и застроено. Сейчас этой улицы Купаринск нет. А название Купаринск перенесли на вот этот вот проезд. Современный, который здесь, правда, через какое-то время, как раз вот в 1167 году, то есть одновременно с упразднением той вот улицы Купаринск, назвали вот это Большой Купаринской проект. вот вы собственно говоря такая история ну а назвали в честь собственно ну поселка раньше был купан сейчас город купам на который находится подмосковье по моему сейчас это вообще не краем города железнодорожный то есть как раз вот собственно говоря о горьковской железнодорожной ветки по ним можно доехать который как раз проходит неподалеку станции новгиреева и дальше там дорожные и так далее ну и соответственно по трассе которая шоссе энтузиастов и дальше она переходит трассу москва-волга по моему м7 да и вот по ней тоже собственно можно доехать до купавной причем сначала этот проезд был несколько короче больше так и доходил как раз должен конца жилых микрорайонов вот а потом его правил уже 2 измайловского проспекта это прошло в 1379 году и он уже принял современный собственно размеры в общем вид вот ну когда-то были район южного измайлова но сейчас я говорю жилые кварталы южный измайлова ну ныне они хоть состав район ивановска значит то касается улицы то поскольку она проходит среди леса практически на этом протяжении лесопарка да то на ней конечно мало очень живых объектов но все-таки поскольку она частично про хочешь вот эти вот жилые микрорайонов как бы по касательной до которых ивановского которые справа остаются ну конечно немножко по ней числится домов его собственно говоря 6 жилых домов и все они 9 и 16 этажей и все построены 3070 вы собственно говоря они ровесники вот этого проезда название ну собственно прокладки название вот этого проекта практически были одновременно построены с прокладкой проезды вот и собственно говоря начинается этот проезд с торговый комплекс который еще идет социоэнтузиастов и далее соответственно идет отходит справа мундитогорская улица а потом идет два дома по 16 этажей которые числится вот по этому проекту и за ними находится детский сад номер четыре двухэтажные здания ну просто берут того же времени постройки современника домов 70-х годов а дальше за этим домами такой челябинская улица вот а слева кстати вот в этом лесопарке находятся верхние нижние ивановские отстойники ну или еще называть мазутный пруд на речке серебрянка дело в том что куда в советское время вообще было закрытое место да так сказать там как бы оставили все отходы особенно нефтяные там нефтяных там каких-то баз и там заводов в общем все что связано с какими-то таким вот примесями которые попадали вот в речку серебрянку вот вообще со многих но особенно на востоке производства каких-то которые находились всего там был какой-то стойник поэтому за еще мазутный пуд и шмон грязный хотя его не так давно почистили но там у этого конечно счет лук ну и дальше собственно оставшиеся четыре дома на не уже 9-этажный там и 16-этажный а потом 2 9-этажный как раз как раз расположились между челябинской улице и соответственно улице чичулина который за этими домами тоже отходит справа ну и дальше все дальше соответственно да еще единственно около этой улице чичулина потом идет слева небольшой офисное здание под номером один четырех этажный здание вот еще 50-х годов постройки вот она была построена со входа сверху могут который как раз располагался при этом запросе был целый поселок работников этого совхоза ну и вот были построены много домов от которых фактически единственно сохранился вот этот вот дом как раз вот они тогда считались очень такими красивыми домами но в принципе часто тоже даже смотрится неплохо хотя конечно понятно старел вот ну вот сейчас он уже неживой офисное здание и все а дальше сплошной лес вот который в принципе можно зайти погулять там но надо иметь осторожность потому что конечно можно далеко зайти не сильно фактически это настоящий лес поэтому конечно я бы не советовала сюда далеко без карты лучше все таки предварительно узнать вот а вот и дойдя до Лизмазовского проспекта можно потом совершить такую прогулку вдоль Лизмазовского проспекта там на всем протяжении его положено слева если отойти и прям дальше такая прогулочная зона вот там идет сам проспект он в проезжей части идет отдельно а прогулочная зона вдоль него отдельно и очень интересно погулять вдоль кромки Лизмазовского лесопарка как раз в прогулочной зоне там всякие детские спортивные площадки скамеек полно но единственное конечно недостаточек в том что маловато зелень несмотря на то что лес как он в стороне находится а по самой зоне не так много и поэтому в жаркие дни там течет сильно вот и можно прямо вот поэтому Лизмазовского проспекта дойти до собственно до метро измазовского непосредственно и дальше там собственно и закончить свое плыше вот ну в общем можно если кто любит автобусную прогулку хотя не знаю здесь уместно ли это может быть и уместно метро нового дерева ездит автобус 645 он проезжает весь этот проезд на протяжении ну а уж ехать сюда или нет решать вам приятных прогулок и до новых встреч на улице в Москве